Приветствую! Здорово, здорово! Ты кто? Открой глаза и почитай, кто я. Там написано, привет, алейкум, салам, салам, салам. Да, гости ушли. Если честно, нормально, салам, здорово. Тренировку шеи. Будет скоро, я начал качать шею и думаю, что скоро... Вот мне сейчас говорят, отдам, что-то у тебя шея стала худеть. Ты эту майку не снимаешь, в смысле не снимай. Я эту майку одел первый раз с того момента, как мне ее подарили сейчас. Вот. Отдал я ее чисто, одел ее чисто символически, потому что это майка Спарта. Сети магазинов Спарта города Ростов-на-Дону. Щеки подзалило, да, я симпатяшка сейчас, сытый. Вот. Поэтому, как бы, одел маечку только символически, в алейкум, салам. Потому что 7 июля все жители Ростова, Ростовской области, 7 июля в городе Ростов будет презентация бренда спортивного питания ProSup. И приходите, будет очень интересно вся информация в Instagram. Голубочкин, да, очень интересный, хороший человек. YouTube-канал заморозили? Нет, не заморозили YouTube-канал. Я думаю, что мы его в ближайшее время все-таки раскачаем. От чего залило? Ну, как залило? Если вы хотите сравнивать меня с теми щеками, которые у меня были на подготовке на диете, то, естественно, эта разница огромная. Привет, Донецк. Там я был измученный безуглеводными диетами. Конечно, жира не было вообще. Сейчас я немножко поел с того момента. Валейкум Саван. В Грозном семинар провел. В Грозном уже заказали семинар. После Рамадана поеду, скорее всего, в Грозный, потому что просят приехать. А вот, на самом деле просили еще две недели назад, но потом подумали. Сейчас все держат пост и очень тяжело, наверное, будет сейчас парням присутствовать на семинаре. Поэтому, скорее всего, да, скоро в Грозный. Приглашают в Грозный, в Оренбург, в Башкирию. Сейчас рассматриваем варианты, посмотрим. Да, бодибилдер. Проходку в приседаниях два-три повторения. Да, имеет смысл. Мы именно так и работаем для того, чтобы развивать силовые потенциалы, свой потенциал. Да, во второй школе учился в Каспийске. Это долго рассказывать. Ну, руки... Каждый второй просит показать руки, ноги. Как бы трансляцию, видите, веду лежа, мне удобно, я под кондиционером, не хочется напрягаться. Инстин новый блог. Спасибо большое. Да, да, серьезно. Мы запустили в Инстаграме новый блог. И надеюсь, что он понравится, потому что будем очень хорошие... Генофарм. Гармошку берите Генофарм. Будем показывать действительно, как правильно качать. Опять не ответил. Так, ну задайте, я же не все вижу. Да, спасибо. На самом деле, информацию даем хорошую. Я думаю, что будет очень полезно посмотреть ее. 15 лет, если брать именно бодибилдинг. В Инстаграме смотрите. Да, это так. Я поменял имя на исламское. Родители дали мне не исламское имя, я его поменял. 8 лет назад. Или 9. Почти 10 лет назад. Протеин, в принципе, любой хороший протеин, известный американской или европейской брендовой фирмы, будет хороший. Минимум 5 единиц в сутки. Сейчас, ну, ем, в принципе, все подряд. Нет, я дагестанец, я не чеченец. Ем все подряд, но только здоровые продукты. Имеется в виду, я не считаю ни жиров, ни белков, ни углеводов, но ем только сложные углеводы. Говядину, курицу из белков и... Что еще? Овощи, фрукты. Вот такое. Как бы сладкого, жирного, мучного такого нет вообще. Раньше у меня была очень большая шея. Очень большая. Мне ее запретили тренировать. Реально запретили. Выскочив со мной. Что с тобой выскакивать? Ты сначала заскочи ко мне вот сюда, а потом мы с тобой пообщаемся. Вот. Выскочит. У меня интернет-клавиатурный боец. Еще один. Еще один интернет-вырубатель. Вот. Что касается шеи, то Славик со мной ругался, потому что шея была слишком накачана. Я когда перешел из борьбы в бодибилдинг, как бы были проблемы с этим. Ну, сейчас я решил ее подтянуть, потому что... Привет, салам. Потому что сейчас что-то мне часто стали и друзья говорить. Адам, что-то у тебя там шея похудела. Начал качать. Скоро будет большая шея опять. Будем ругаться со Славиком, но ладно, хрен с ним. Накачаю шею. Как накачать шею? К сожалению, объяснить не могу. Надо будет показывать. Я думаю, что я сниму как-нибудь тренировку, где я показываю, как тренировать шею. Оптимальное количество повторений. Думаю, что надо побольше, потому что шея все-таки очень травмоопасна. Нет, не употребляю ни алкоголь, ни другие наркотики. Надо разминать шею, в первую очередь, очень хорошо. И да, на самом деле, да. Так, насчет шутников, детей Петросяна и всех остальных. Если не хотите, я сразу говорю, банить буду молча. Просто буду нажимать кнопку, будете вылетать. Хотите вылететь? Вот, смотрите, один сейчас уйдет. Есть еще желающие уйти? Давайте сразу, чтобы мы вас быстро раскидали и продолжили общаться с нормальными людьми. Не хотят смотреть трансляцию, уходите, идите на другую трансляцию, смотрите на голых пьяных телок сети. Так, еще один националист тоже ушел. Так, какой вес? 122 сейчас вес. Салам, спасибо, спасибо. Жмешь, если жим лежа, максимум 200 на 6 на наклонной. Центральную нервную систему? Да я не напрягаюсь особо, если честно. Нет, на самом деле, лучше всего центральную нервную систему расслабляет иксбокс и хороший секс. Борьбой 4 года в университете. Соревновательный, последняя Россия, Буа-108. Как лучше, друзья, своим весом заниматься или ходить? Нет, конечно, в спортзал ходить надо. Привет. В спортзал ходить надо и, скажу вам честно, если тренировки правильные в тройборе, ну как любитель. Вот, если тренировки правильные, то любой спортсмен, вот посмотрите, вольный, посмотрите, например, тренировки американских бойцов, там те же UFC, легкоатлетов, все занимаются с отягощением, все, абсолютно все, вплоть до лыжников и там до всех остальных. На Римана Асланова? Нет, так сказать не могу, может на лицо знаю. Так на прямой скамье и не делаю, я сказал на наклонной 200 на 6. Да в разное играю, в Mass Effect, в Xbox, в GTA там такое. Руслан в Махачкале? Не знаю Миронова. Хороший секс, хороший секс могут дать хорошие девочки. На прямой, ну во-первых, нет, не хотел бы, на самом деле в единоборство вернуться не хотел бы. Вот, на прямой, ну на самом деле там очень плохо работает грудная, если так взять. Если взять даже по анализам, от курицы, блин, честно не могу сказать, не знаю, чтобы от курицы были прыщи, блин, как-то, ну не знаю. Может быть, при сильно белковом питании идет какая-нибудь интоксикация, может быть. Но, блин, ну не знаю. Спина, хорошо, все отлично. Аптечный хлеб. Привет, Москва, привет. Сделаю видео на качке шеи, хорошо. И ацетат, и тринантат, и энантат. Мага Бетанов, не знаю, надо посмотреть, может быть. Про фармакологию стараемся не отвечать. Про туринобол вбейте в гугл, посмотрите, очень много... Нет, пост не держу. Какому врачу идти при акне? Ну, если у вас есть терапевта, пишите ему проблему, и он вас направит уже. Водянова. Я уже говорил, мне очень нравится Водянов, особенно как он делает рельеф. Очень нравится ширина его плеча. Руки шикарные, великолепные руки. Вот. Я думаю, что все-таки ему надо уходить в категорию свыше 100. Мне он очень нравился в прошлом году, и дай бог, чтобы он набирал больше веса и выступал именно в этой категории. Вам спасибо, заходите. Как повысить подтягивание? Ну, во-первых, стараться больше подтягиваться. Во-вторых, качать мышцы, которые помогают при этом упражнении. Это делать изолированные бицепсы. Я уже обещал людям попробовать вакуум. Я никогда не делал вакуум. Вот. Я постараюсь его делать. Я никого не игнорирую. У меня 800 тысяч вопросов. Точно так же, как тебе кажется, что игнорируют тебя, так же всем остальным кажется. Потому что я успеваю читать один вопрос из десяти. Нет. В ММА это не мое. Кричу пиани? Никак. Я его лично не знаю. В бренде Кинг Протеин. Ничего не думаю. Никогда даже в глаза не видел, как он выглядит. Да. Да. Углеводов мало. Углеводов мало. Углеводов мало. Да. Предплечье начал качать. Пробовал подтягивания с полотенцем. Да. Я делал не подтягивания. Я в конце тренировки наматывал полотенце на турник. И обхватывал вот такой объемный делал турник для того, чтобы укрепить именно силу хвата. Очень хорошо помогает. В Грозный. Ну, приглашают в Грозный после УРОЗа. Поэтому, может быть, приеду. Открылся новый клуб в Грозном. Хотят семинар. Обговорим. Если договоримся, приеду. Нет. Никто там не на синтоле. Бред. Сейчас с этим синтовом всех расчесали. Нету там никакого синтова. Сейчас я последнее время смотрю везде. Куда, спасибо вам. Куда не посмотришь. Везде стали с этим синтовом. Слушай. Ну, как бы, не знаю. Эта тема сейчас очень актуальна стала. Спокойной ночи. Хороших снов. Сильный мусульманин. Да. Это один из, если я не помню, хадисов или чего-то, что сильный мусульманин должен быть сильным. Да. Сильный мусульманин лучше слабого мусульманина. Скажи о футболе. Хорошо не могу сказать о футболе. Если про российскую сборную вы имеете в виду, то, ну, я думаю, вы все все знаем. Как бы, да, ну, да. Да. Надо что-то делать. Я сам болельщик. Я сам болел за нашу сборную. Я уже 20 лет болею за сборную, которая все время проигрывает. Каждый раз сам себе говорю, что я больше не буду смотреть футбол и все равно включаю. Нет, не на полу, я лежу на диване. Это мой диван. Мне очень удобно, потому что здесь кондиционер. Не болею ни за один футбол, ни за один футбольный клуб не болею. Я болею только именно за сборную России, за сборную своей страны. Я не являюсь. Вот мне спрашивают, как ты можешь не болеть за Анжи? Да мне вообще плевать, что там с этими Анжи. Не Анжи, меня никто не интересует, кроме моей страны. Я хочу, чтобы моя страна представляла себя достойно на чемпионатах. И я хочу гордиться своей страной. К сожалению, с футболистами это не получается. Очень сожалею. Да, эрго очень хорошее. Нет, жены нету пока. Дагестанец по нации. Для печени это к врачам. Лучше всего к врачам. Качать кисти надо для подтягивания? Да, конечно. Конечно. Да, я религиозный человек. Привет, Тюмень. Нет, угли стараюсь убирать после 19 часов. Тренируюсь, да. Тренируюсь всю жизнь. Да, бурову знаю. Бодибилдингом почти 15 лет. С 2002 года. Спорт люблю какой. Очень люблю смотреть вольную борьбу и бокс. Очень, очень. Да, колю стероиды. Очень люблю вольную борьбу. Блин, мне кажется, что зрелищность все-таки борьба теряет. Костоянно какие-то правила новые. Но нравится все равно. С волосами. У меня очень плохо растут волосы. Очень плохо. У меня бороду брею раз в месяц, наверное. Спасибо. Какие боксеры нравятся? Ну, естественно, я всегда был как нормальный человек, поклонником здравствуйте Тайсона. Неестественно. Вот. Мы не будем говорить про таких звезд. Да, там Тайсон, Мухаммед Али и все остальное. Но если взять боксеров, вот именно чистых, да, боксеров хороших, мне всегда нравился, наверное, все-таки Рой Джонс. Но ему надо было пораньше уходить, заканчивать карьеру, мне кажется, все-таки. Нет, чемпионат по борьбе не смотрел. Вот. Виталий пишет Рой Джонс. Виталий. У Роя Джонса есть фотография с Виталием. Я видел. В живую сталь. Живая сталь очень крутые. Если позовут, как бы, с удовольствием поеду со всеми провести тусовку и все остальное. Если это будет, не будет пересекаться с моим брендом фармакологической поддержки, которую я представляю. Шлеменко. Я, честно вам скажу, я сейчас российский бокс, вот эти вот Лебедевы, Шлеменки, вот эти вот, я не могу их смотреть, честно. Я посмотрел последний бой Емельяненко. Это ужасно. Слава Богу, что все прошло, как говорится. Живая сталь отлично. Особенно спортсмены. Но очень, конечно, надо уходить Емельяненко, пока не поздно, и заниматься пропагандой спорта. Базаров обещал вернуться скоро. Да, UFC смотрю. Базаров обещал скоро вернуться. Я вот даже прочитал, по-моему, сегодня или вчера, что возвращается Пада Патриашвили. Емельяненко шикарный боец, великолепный. Но дело в том, что сейчас он уже не тренируется настолько, насколько должен. Невозможно быть и спортсменом одновременно, и столько поездок, столько перелетов, столько семинаров. Надо как бы либо уходить с телевизора и закрываться в спортзале, заниматься спортом. Либо уже начать деятельность там, я не знаю, лезть в депутаты, как все остальные это делают. Но надо выбирать что-то одно. Поэтому как бы сейчас, я думаю, ему надо со спортом завязать. Джон Джонс, ой, я не знаю даже. Где твоя шея? Вот. Вот. Статодинамика не делаю. Не делаю статодинамику вообще. Тренировки круговые не делаю. МакГрегор, ну, пиар у него хороший, по крайней мере. Ведь он все делает правильно. Знаете, в чем разница МакГрегора? Он может быть не настолько хороший боец, сколько он шикарный шоумен. И это делает его дело. Вот. Вы знаете, как сейчас работают с бодибилдерами? Абсолютно не имеет значения, каких ты регалий добился. Ты можешь быть чемпион всех чемпионатов. Но если ты не интересный, если ты не можешь разговаривать, если у тебя нет харизмы, если у тебя нет чего-то, что отличает тебя от основной массы, ты не будешь интересен ни спонсором, никому. Поэтому в этом плане МакГрегор сделал великолепный шаг. И я думаю, что посмотрите, он за пару лет буквально взлетел. Есть миллион хороших бойцов, как МакГрегор. Но все знают именно его. Альфа-фарма, ничего не скажу, не знаю. Да, могу помочь с планом. Ивану спокойной ночи. С планом тренировок. Могу помочь с планом. Фатеев. Ну, как сказать. Он профессионал. Как я могу сказать, что он плох, когда он профессионал, а я нет. По крайней мере, он лучше меня. Пока. Будем догонять. Да, аминокислоты употребляю. Слышал про линдовера. Все мы люди. Много детей маленьких, которые болеют. Линдовер провел хорошую жизнь. И у него очень светлая голова. Я уверен, что линдовер вернется в спорт. Просто немножко изменит свою технику. Подход к спорту. У него много травм. И рука, и все. И он все равно находит методику для того, чтобы вернуться в спорт. Да, Витера Белфорда слышал. Кевин Леврон. Хочу посмотреть на Кевина Леврона. Очень хочу посмотреть, какую форму он выставит. 122 килограмма. Про армянских бойцов что скажешь? Армянские бойцы это кто? Гагу Драгу или кто? Мирзаев. У нас уже пошла такая, знаешь, бойцовая тема. Живухин хороший спортсмен. Очень хочу посмотреть Живухина на этой России. Играю игры 2-3 часа в день могу поиграть. Ну невозможно сказать какое место. Нет, хоккей точно не смотрю. Не могу сказать какое место он займет. Потому что смотря сколько у него будет соперников. Хабиб. У меня даже шапка. Дай мне мою шапку принести. У меня даже шапка есть у Хабиба. Игры престолов это что такое? Это игра какая-то? Да, днем сплю пару часов. Это сериал какой-то? Нет, сериала нет. Те, кто говорят, что я не похож на дагестанцев. Скажите мне сейчас, что я не похож на черножопов. Кроссфит? Нет, не делаю кроссфит. Хотя я не противник кроссфита на самом деле. Кроссфит это хорошая вещь, если относиться к ней грамотно. Алейкум салам уфа. Банку, банку, нате. Вот она. Спокойной ночи Украина, добрых снов. Нет, 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 я не на сушке. Я довольный, слава богу. Я ем, пью, все у меня хорошо. Да, я белый. У меня солярий чуть ли не каждый день. Но я белый, я очень белый. Кожа очень белая, глаза синие, волосы светлые. Балкан фарма, если оригинал хороший. Сейчас четыре раза в неделю тренируется. Тридцать один год. На осени, нет, отдыхаю. Спортивную деятельность, где-то 74 килограмма. Щукин, хороший смотрел, да, чемпионат смотрел. Хороший спортсмен. Знаю, что у него были проблемы со здоровьем. Сейчас вроде собирается возвращаться. До сих пор не одевал очки, пока мне не сделали замечание в инстаграме. Выложил фотку из солярия без очков. Все начали писать, а я и стал одевать очки. Не знаю. Ну, если они лежат, значит, наверное, надо одевать. За кого болею? Болел за хорватов. Они вчера, к сожалению, вылетели. Больше ни за кого не болею. Так, Петросян ушел. Еще есть Петросяны? Для набора веса протеин, БЦА, креатин, аминокислоты, я уже говорил. Медведи. Животные или это какой-то хоккейный клуб какой-то? Уже на футбольный клуб, походу, медведей нету таких, да? Хоккейный, наверное, медведи. Пару слов о сборной инвалидов. Это вы про России? Да, ВКонтакте есть, Адам Абакаров. Сплит. Первая тренировка у меня чисто ноги. Вторая плечи, трапеции, трицепс. Третья тренировка чисто спина. Четвертая грудь, бицепс. Икры делаю после спины. Четыре тренировки в неделю сейчас. Квадросеты. Не делаю ни три сеты, ни квадросет. Как относишься к Гусеву? Ну, я его лично не знаю, может хороший парень. Привет. Опыт работы тренером? У меня уже 16 лет опыт работы тренером. Салам, Франция, Евро 2016. Ноги для меня, во-первых, самая тяжелая тренировка из всех. Во-вторых, у меня день цикла начинается с воскресенья. И ноги я тренирую в воскресенье, потому что это самый свободный день у меня. И ноги очень энергоемкая тренировка, поэтому надо подготовиться к ней серьезно. Поэтому все-таки ноги в воскресенье. Как укрепить поясницу? Подобрать ряд хороших упражнений. Я думаю, что начинать надо с гиперэкстензии. Добавлять понемножку веса, переходить на становые тяги в большом количестве повторений. И уже оттуда вы отталкиваться. Становую я не делаю, потому что у меня больная спина. Я делаю становую со стоек не больше 220 кг. Показать мостик, мостик. Как дойти домой после тренировки ног? Хороший вопрос, отличный вопрос. Нет, Четмилов не делаю, привет. База это основа. Да, многоповторка на плечи, на наборе. Да, плечи любят много повторений. Да, становые тяги делают талию шире. Тем более, если неправильно. Район ЖК Московский. Тем более, если неправильно технику делать. Тренироваться при гастрите не просто можно, а нужно. Размер L. Нужно тренироваться при гастрите. При гастрите, потому что сам по себе бодибилдинг и питание, которое привязано к этому виду спорта, очень хорошо подходит для людей с больным желудком. Спонсорство. Да, мне хватает на самом деле. Чисто на спорт. Нет, не пил никогда спиртное, ни глотка не пил. Если взять именно спорт, то спонсорства хватает. На жизнь надо зарабатывать самому. Греча. Греча, сто процентов греча. К марихуане отрицательно. Без химии накачаться. Вот знаете, сейчас часто вот говорят натурал, натурал. Поверьте мне, люди, вот послушайте, поймите одну простую вещь. Если вы видите хорошо накачанного человека, не просто там, а вот именно хорошо, то я вам сразу скажу, натурал это такой же миф, как и Дед Мороз. Вот если вы верите в Дед Мороза, вы можете верить и в натурала. Как бы это ваши проблемы. Но я вам говорю, что... Да, нет, 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 силовым экстримом не занимался. Врач сказал, поменяйте врача, найдите себе спортивного врача. Я стараюсь, по крайней мере, держать режим. Очень стараюсь. Очень. Генетические уникумы, да, но их единицы. Их единицы. 15 лет. У меня очень долго. 5 дней у меня болят ноги. 5 дней. Да, Четмилов нет. Извините, я не успел прочитать. Сладкое, когда ел последний раз. Если не учитывать протеинового батончика, блин, очень давно. Очень давно. Сейчас я вам скажу, когда играла Хорватия, с кем мы смотрели их? Не помню. Вот. Предпоследний матч Хорватов, когда они играли с... Блин, с кем? С испанцами? С кем они играют? С испанцами. Я поел немножко мороженого с друзьями. Чуть-чуть, буквально, вот такой стаканчик. Конечно, становую надо делать. Вы так говорите, как будто мэнс физик не люди. Конечно. Если мэнс физик будет делать хорошую становую, то он, может быть, даже перейдет в категорию бодибилдинга. После тренировки, нет, сахар вообще не советую есть. Мясо, говядина, курятина. Ну как, я сладкоежка. Я страшный сладкоежка, и много лет прошло, пока я все-таки не стал относиться к своей работе как профессионал. Если это будет... Нет, пиццу не ем. Да, воды много пью. Если это... Саш, тебе привет. Спасибо. Если это ваша работа, как у меня сейчас, да, то, ну, вам приходится. Кто-то в 7 утра встает на работу, даже если ему это не нравится. Я, слава Богу, могу себе позволить целый день отдыхать, но я должен себя отказывать в каких-то других радостях. Это нормально. Говядину тушу обычно на антипригарной сковороде. Становая расширяет талию, если делать ее с предельными весами в неправильной технике. От стероидов не стоит, не стоит от алкоголя и сигареты. Вот это точно правда. И вам доброй ночи. Саш, дай им пульт от кондиционера, у них я уже замерз. С грыжей в пояснице. У меня две грыжи и три протрузии в поясничном отделе. Еще с 19 лет. Поэтому я занимаюсь, и я вам скажу честно, что до 24-25 лет я просто страдал с болями в пояснице. И только последние 5-6 лет у меня все хорошо, я все закачал. Слава Богу, у меня эта проблема сейчас не беспокоит. А тренировать зал и бег в горы я не игнорию. Я просто, наверное, не увидел. Да, можно, главное, чтобы вы восстанавливались. Я инсулин вообще не колю. Вы когда пишите, что качаешься, вы напишите, это вопрос, вопросительный знак. Люди, знаете, есть такой вопросительный, восклицательный. А то навонять навонял, а что отвечать не знаем. Как накачаться без таблеток? Да спокойно. Вполне спокойно на самом деле. Ди нахуй. Блядь, он даже писать не умеет. Бля, вот да он, блин. Ну елки-палки, а. Ну, блин, даже пальцами не попадает по клавиатуре. Без таблеток накачаться можно. Поверьте, можно. И сделать очень красивую фигуру можно. Нельзя стать профессиональным спортсменом. А иметь хорошее подтянутое тело. Да, без таблеток на уколах. Ха-ха-ха. Хорошо сказали. А иметь красивое подтянутое тело, это вполне реально. Это вполне реально. Да, делаю растяжку. Вот вчера в зале растягивался, великолепно себя чувствую. Гриль, а у меня нету гриля. Я не бодибилдер, наверное. Если есть неохота, постараться, если хотите разогнать аппетит, то очень плотный хороший завтрак обязательно. После 19-18 часов вечера переходить на белковую пищу, стараться есть маленькими дозами часто. Поверьте мне, спасибо. Нет, не надо мне дарить. Поверьте мне, что на это надо будет время. Если вы думаете, что метаболизм разгонится за неделю, за две, нет. Но я думаю, что через месяц-полтора после того, как вы начнете правильно все делать, у вас потихоньку с аппетитом все нормализуется. Город Кизляр как тебе? Стоял в пробке в Кизляре. Я думал, что в Кизляре пробок нет. Стоял в пробке штук 200 коров, наверное, перешли дорогу. Пока проехал, я в Краснодаре в пробках автомобильных так долго не стоял, пока этих коров не разогнал. Красивый город Кизляр, великолепный. За границей, нет, к сожалению, загранпаспорт получил только в прошлом году. Дай бог, все-таки поеду. Хочу очень посмотреть мир. Да, я верю, что Кевин может сделать форму. Скажу честно, что жизнь была не малина, и последние 30 лет я отдал на то, чтобы заработать на нее, стать спортсменом и стать на ноги. Сейчас, когда есть все возможности, очень надеюсь, что у меня получится полетать по миру, потому что очень хочу посмотреть на мир. Очень. А то, блин, как это? Дальше Хасавюр-то не выезжал, блин, надо поехать посмотреть. Да, тренирую. 31 год. Игорь, Катрин, привет, привет, красавцы. Привет, Игорь Гао. Да, пишите в соцсети с девушкой своей дома. А Ваня пришел, да, Вадянов. Ваня, привет. Привет. Я полчаса, час назад смотрел трансляцию Ивана. Сейчас Иван с нами. Можете поздороваться, Иван Вадянов с нами. Да, прет. Прет и очень хорошо. А, говорит, меня нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот с Игорем все здороваются, тоже с Катрин. Девушка расстраивалась. Ты женат. бицуху. Опять у нас маленькая затишня. Сейчас все поздороваются с Ваней. Потом мы продолжим. Сколько грамм белка и углей? Ну, белка, я думаю, 3 и углеводов 4-5. Вполне нормально. Это если так. Сухая масса. Буду стараться заходить. А так, если хотите отожраться, если хотите из эктоморфа перейти в категорию эндоморф, то углеводы можно, гречка или макароны. И гречка, и макароны. Люблю очень. Макароны вообще для меня очень энергетичный продукт. Я себя очень хорошо чувствую. И очень хорошо восстанавливаюсь на макаронах. Единственное, не могу есть макароны в сухую. Обязательно надо какой-нибудь соус. Слава Богу, что девочка делает. Выступает Киркоров. Я соревнуюсь. Девочка делает очень вкусный соус диетический. Поэтому рис бесит рис. Бесит, терпеть ненавижу рис. Да, с говядиной она там как-то делает. Я не знаю. Сушится. Да, я вроде не жирный. Да, железный рейтинг. Железный рейтинг очень много взял интервью у меня. Я видел только какие-то маленькие микрооргазмы по полтора минуты. Думаю, что что-нибудь добудет. Основы разгона метаболизма. Я уже говорил. Во-первых, самое главное это завтрак. Завтрак это основной прием пищи. Для того, чтобы у вас был хороший завтрак, вам нужно постараться ближе к вечеру, отказаться от жирной пищи и углеводов. И переходить на белки. Потому что, чтобы не было такого сильного процента насыщения и не было неприятной интоксикации с утра. Есть надо вплоть до отхода ко сну. Маленькими порциями хороший качественный белок. Завтраки плотные с хорошей дозой углеводов. И как только вы позавтракали, начинайте отчет времени. Ешьте не реже, чем каждые три часа. Это основа. Постоянно перекусывайте маленькими порциями. Регулярные тренировки, кардио-тренировки также способствуют разгону метаболизма. Поэтому, еще раз говорю, самое главное это, нет, в экипировке нет, это не пытаться сделать все за неделю. Для того, чтобы метаболизм разогнался, нужно время. Люди, к сожалению, через неделю, не видя результата, начинают менять полностью диету и все остальное, и тем еще хуже усугубляют процесс. Чтобы понять, работает программа или не работает, ей надо дать время. Поэтому, хотя бы месяц-полтора, посидите на одной программе и посмотрите результат. За неделю вы ничего не получите. сокращать угли, это не значит разгонять метаболизм. Это если вы хотите подсохнуть, но то же самое, да, если вы будете совсем сильно, нет, свинину, свинину, ну, в жизни вообще ел, сейчас не ем уже давно. Так, конечно, пробовал. Кокляева, Кокляева видел недавно в Краснодаре. 150 грамм углеводов, считайте, все написано на упаковке. Воды, я уже говорил, как отслеживать водный баланс в организме. На самом деле, нет четкого определения литража. Если вы сегодня провели весь день дома под кондиционером, то вам хватит и 3 литра воды. Если вы весь день были на жаре, то вам и 5-10 литров не хватит, если вы все время потели. Поэтому смотрели по цвету мочи, дагестанец. Смотрите по цвету мочи, если вы в день хотя бы 3-4 раза белой, бесцветной мочой не писаете, то это говорит о том, что в организме воды мало. Моча должна быть светлая, организм должен просто сливать воду. Да, лакец. Ну, еще я говорил о том, что если вы выпиваете пол-литра там 700 миллилитров воды и в течение 15-20 минут вас не потянуло в туалет, то, скорее всего, водный баланс нарушен, организм просто впитывает воду. Поэтому делайте как бы выводы по вот таким вот наблюдениям, а не по определенному количеству там литражу в сутки и так далее. Про скоромного, что сказать про скоромного? Бизнесмен. Как простатит полечить? Я не уролог, не андролог, ну как как пролечить простатит вылечить? Про кетодиету? Я не знаю, что такое кетодиета. Я все по-старому. Не влезешь в камеру, так. Связаться? Пишите в контакт. 122 килограмма вес. Мне надо вот сюда табличку. Вес 122, дагестанец, 31 год. Потому что каждые 5 секунд одни и те же вопросы. Надо просто табличку одеть и отвечать на все остальные вопросы. Восстановить суставы, прежде всего отдохнуть, нормализовать минерально-витаминный баланс в организме, употреблять специализированные добавки и очень аккуратно подходить к своим тренировкам. хорошо разминаться, потихоньку повышать веса и соблюдать идеальную технику. Нормально дела. Три грыжи в пояснице, найти хорошего врача, пойти в тренажерный зал и потихоньку восстанавливаться. Легкими тренировками потихоньку входить в режим. Как только мышечный тонус разгибателей спины и поясницы будет приходить в норму, нагрузки будет намного меньше на позвонки. Живу в Краснодаре, рост 180. Да, вообще проблемы со спиной, с костным скелетом, с суставами лучше всего лечить только в тренажерном зале. Как вернуть мотивацию? Прежде всего хорошенько отдохнуть, это прежде всего. Реально отдохнуть. Да, креатин принимаю. Поставить себе определенную цель и просто понять, что если для вас это важно, то нужно уделять этому достаточное количество времени. Не просто Зиза, в школе мы с ним не учились вместе. Не просто как многие хочу накачаться, да, и все, и просто хочет. А реально сделать для себя какое-то, выделить определенное какое-то место для этих целей и пытаться все-таки как бы серьезно этим заняться, а не просто абы как. Я думаю, что будет трудно только первые пару-тройку недель, может месяц, а потом все придет в норму. А ты выступаешь или для себя? А если выступаю, то для других? Да, я соревнуюсь. Да, конечно, предтреник реально расшатывает нервную систему. Многие предтреники содержат стимуляторы центральной нервной системы для того, чтобы взбодрить мозг, и поэтому их даже не советуют принимать близко ко сну. Поэтому как бы конечно с ними надо было быть очень аккуратными на самом деле. Я бы вообще советовал предтреники принимать только в крайнем случае, в крайне тяжелые моменты, когда реально не хочется тренироваться, а очень надо. Просто многие люди надо, не надо употребляют предтреники, даже если идут просто в зал подрочить на 20 минут, все равно выпивают дозу предтреника. Зачем? Вот этого я никогда не понимал. Это стимулятор, его надо употреблять только в тот момент, когда прям чувствуешь, что тебе сегодня не в моготу. От креатина давление повышается, в принципе логически вполне может быть из-за задержки воды, но не думаю, что это может быть настолько глобально, чтобы от него отказываться. Какой ты толстый гель, иди посмотри на худого. Глютамин работает, да, я с Краснодара. У Декстера, блин, я поклонник Декстера, настоящий поклонник, я очень хочу, чтобы он выиграл Олимпию, но адекватно понимаю, что навряд ли. Филохита ему не обойти и даже Кая Грина скорее всего нет. Хотя очень хотелось бы, очень. Фирма Синтеч никак. Эффективный гейнер, макароны, гречка. Этот спорт прежде всего для меня это сила и здоровье. Прежде всего. Я не знаю ни одного спортсмена, который бы пришел в бодибилдинг, чтобы заработать денег, или стать красивее, или еще что-то. Ну, честно, на самом деле. Скорее всего, это просто для кого-то... Я всегда говорю одну вещь. Я извиняюсь, я сейчас не читаю вопросы, просто. Я отвечаю на вопрос, потому что для меня это очень серьезный вопрос. Мне кажется, что в бодибилдинг приходят две категории людей. Первая и основная категория, это 95% посетителей зала, это неуверенные в себе люди. Это неуверенные в себе люди, какие-то слабенькие, или униженные, или обиженные, которые как-то хотят самому себе доказать, самореализоваться, сделать какой-то проявить себя в обществе, отличиться от других. Что касается другой категории, которых меньше, это люди, которые победители по жизни. Им надо все, понимаете, они хотят быть и сильнее, и быстрее, и выносливее, и красивее, и накачанее, и быстрее, и сильнее, все хотят в одно, и вот этих людей на самом деле минимум. Я каким бы спортом не занимался, я везде добивался хороших результатов. Боевые виды спорта, легкоатлетические виды спорта, и для меня, как бы, я всегда, я был в детстве очень развитым, очень подвижным, и я всегда хотел быть сильным, не знаю, вот, вот, всегда, я никогда не хотел быть красивым, это, конечно, нормально, быть красивым, знаете, многие говорят, мужик красивым быть не должен, бред, мужик должен быть красивым, и все люди хотят быть красивыми, и тот, кто говорит, что он не хочет быть красивым, он просто лукавит, вот, красивым в каком плане, Ухоженная кожа, ухоженные ногти, приятный чистый запах, ухоженное тело и все остальное Если вам Бог дал страшную рожу, злую, сделайте хотя бы красивое тело, чтобы от вас не воняло Это будет хорошо Поэтому как бы так Мне кажется, что бодибюдинг сочетает в себе как-то такие довольно мужские начала Это спорт настоящих мужчин И те, кто хают этот спорт, они просто либо не разбираются в нем, либо судят о нем по большинству Понимаете? Вот это большинство, это как раз те, кто выпадает из этого вида спорта Я не знаю про островит Потому что смотрите, да, сейчас очень страшно об этом говорить, но такое ощущение, что пройдет еще лет 20 И гетеросексуалов станет меньшинство Геев будет больше А нормальных пацанов будет меньше И мы будем меньшинство Вот то же самое сейчас с бодибюдингом К сожалению, делают основную оценку по бодибюдерам, которые, ну, реально там Которые пришли в бодибюдинг из стриптиза или еще из чего-то, я не знаю В России, слава богу, мы держимся Вот все говорят, а, Россия, вот Россия, у нас замечательная страна Мы живем в шикарной стране В шикарной Все остальные страны мира уже давно пидорасили в конец Россия до последнего держится Да, Виталик, я вижу Виталика Хочу уделять бизнесу Хочу уделять рекламе, раскрутке Раскрутка, в моем случае, это тот же бизнес Опять же, я же говорю Мой бодибюдинг Он помешан на медийности Понимаете, в бодибюдинге без медийности не заработать Поэтому это своего рода пиар Это своего рода часть работы Да, уже во всем мире очень много геев К сожалению, да Это страшно на самом деле Если об этом задуматься Спать, ну, завтра, наверное, постараюсь сам к 11 в зал попасть Знаете, на самом деле, да Может это звучит очень грубо Может это звучит не социально Не лояльно Но мы все должны понимать К сожалению, если мы так начали на эту тему говорить К сожалению, люди, которые говорят Ой, да, геи, меня не трогают И слава богу, они не правы Они не правы, потому что у каждого из нас будет сын И я не хочу, чтобы мой сын сходил в школу И знать, что преподаватель по математике Смотрит на него и возбуждается Мне такого не надо Я не хочу, чтобы мой сын ходил в садик или в школу с детьми У которых отцы какие-то там бисексуалы или еще кто-то И это страшно становится только тогда, когда мы с этим сталкиваемся И вот это очень страшно Это на самом деле ужасно 122 килограмма В США вообще спорт как бы более развит К сожалению У нас все деньги забирают футболисты Да, толерантность на самом деле, да Ну на Самсоне же я был на турнире На турнире, конечно, я был высушенный 107-106 килограмм я был на Самсоне Дела Нормально Слава Богу Жил здоров и слава Богу Все остальное будет Сколько лет на спорте С пятилетнего возраста Живу в Краснодаре А алкоголь нет Я уже говорил Никогда не употребляю алкоголь Никогда Нет, не держу БЦА пить в состоянии жесткого катаболизма Либо после тренировок Либо при тех случаях Когда очень долго не могли поесть Самый лучший прием БЦА Это сразу после тренировки Это основная их задача Максимально быстро насытить О, американцы Гей обиделся американский Надо же, блин Какой-то гей, видно, обиделся Вот Утром Да, вполне Как просыпаетесь Сразу тоже Я же говорю Состояние жесткого катаболизма Мнение о стероидах В Украину Я бы с удовольствием Я бы с удовольствием Съездил в Украину в гости Блин, я потерял какой-то вопрос Че-то мне спросили Блин, извините Только хотел ответить И че-то потерял вопрос Че ты? Спасибо, спасибо А, да Про стероиды Личное мнение каждого На самом деле Личное мнение каждого И Знаете Говорить, что употреблять Стероиды плохо Плохо употреблять Алкоголь Плохо употреблять Наркотики Плохо Как говорится Относиться Неуважительно К людям Не уважать Стариков Не уважать Женщин Не уважать Детей Вот это плохо А употреблять Стероиды Это личное дело Каждого И Если спортсмен Идет на это И Хочет Добиваться Каких-то Спортивных Результатов То Он за свою жизнь Отвечает сам Понимаете Я вам одно могу сказать Точно Что употреблять Стероиды Не опаснее Чем питаться В общепите Поверьте мне Отравиться Сушами И помереть Гораздо Больше шанс Чем помереть От фармакологии Все для себя Я же тоже Не для других Да Мусульманин Как заставить Себя тренить Опять же Самое главное Это мотивация Самое главное Это мотивация Про 24 сантиметра Знаешь Друзья Я тебе Вот скажу Одну вещь Те Мужики Которые Говорят Большой член Это круто Это говорят Только те Мужики У которого Никогда Не было Большого члена Потому что Те мужики У которых Действительно Большой член Они знают Что это Ни хрена Не круто Брата Это не круто Ни ему Ни его девушке Поэтому Я не знаю Мои искренние Сочувствия Искренние Писька Стоять Я говорю Писька не стоит От алкоголя Сигарет Глубину мышц Это стаж Глубина мышц Это стаж Прежде всего Вы можете Нарастить Большие объемы Но Именно Вот эту Грань Которая Отделяет Профессионала От Любителя Это конечно Довольно Долгий Долгий Труд Поэтому Время Время Еще раз Время 122 Вес Не успеваю Все читать С Бадуна Съел Протеиновый Батончик Привет Эрго Лучшая Команда Лучшая Илья Ильин Сейчас Не могу Припомнить Что-то Такое Знакомое Да Вам тоже Привет Глютамин Шикарно Кто не знает Команда Эрго Это наша Команда В которой Находится Ряд Профессиональных Хороших Спортсменов Таких Как Дмитрий Крылов Виктор Симкин Игорь Гаус С нами С нами Илья Луковец Это Мои Спонсоры Бренд Фармакологический Эрго Тренировка Час Тридцать Это нормально Час Тридцать До двух В зависимости От того По какой Системе Вы работаете Как Попасть В команду Подписывайтесь На паблик Вконтакте Он так и называется Хочешь Мышцы Набирайте Хочешь мышцы Подписывайтесь Читайте И все Узнаете Нет Не пью Ни чай Ни кофе Не потому Что это Не полезно Или опасно Просто Не люблю Инсулин Противник Никогда Не принимал И желаю Никому Не советую Принимать Малолеткам Нельзя употреблять Стероиды Потому что Они нихрена Не знают Вообще Что им нужно В жизни Для начала Пусть сначала Разберутся Что им нужно А потом Когда уже Подрастут Точно поймут Надо им Или нет Четыре Это очень много Я маленькую историю Расскажу Левзею Нет Не пробовал Немножко отойду Дагестанец Немножко отойду От темы Иду С тренировки Недавно Увидимся Как нибудь Обязательно Валейкум Салам Иду Как то По Улице И стоят Дети Лет по двенадцать Тринадцать Мальчики Девочки И один мальчик Рассказывает Вчера Короче Моя Звонит И говорит Ты знаешь Нам надо Расстаться Я ей говорю Ну и пошла Нахер Другую найдем И куда Детям Про фарму Они еще Разобраться Не могут Тринадцать Двенадцать Лет И она говорит Пошла Нахер Другую найдем Да Золотая Молодежь Вообще Великолепная Просто Да Симкин Вэлаб Это Спортивное Питание А Эрго Это Фармакологическая Компания Борцам Можно принимать Все Полную Фармакологическую Линейку Только Надо Подобрать Для себя Правильную Комбинацию В этом Вам помогут Какие-нибудь Специалисты Или В спортзале К Творогу Ну Потому Что Он Во-первых Очень Дорогой Вбейте В Ютубе Адам Абакаров И посмотрите Кто я Да Я по земле Хожу Я на самом деле Многие Пытаются Обо мне Создать Впечатление По каким-то Там Маленьким Видео Или еще Что-то Я на самом деле Очень Простой Джентропин Хороший Гормон Роста Если Оригинальный Генсей Хороший Гелик К сожалению Нету Пока денег На гелик Спасибо Вам Огромное На ночь А в основном Мясо В основном Отварную Или жареную На антипригадной Сковороде Говядин Курицу Или Например Там Яйца Яичные Белки Что-нибудь Такое На ночь Вот Все Креатин Каждый раз После еды Маленькими Порциями В граммах Прям не считаю Просто По пол чайной Ложки После еды У меня Родителей Уже нет К сожалению Родителей Уже нет Протеин Если у вас Диета То с водой И если вы Не ограничены В калорийности То на молочке Конечно Повкуснее Сильнее В 8 раз Нет В 8 раз Это примерный Показатель Повышения Уровня Гормона Роста На Хорошем Например Гормоне Роста Примерно В 8 раз Показывает Завышенной Поэтому Не скажу Что вы станете Сильнее Я В «8-84» Года До Братья Сестры Есть Еще Раз Говорю Пишите В Паблик Хочешь Мышцы Напрямую Там Есть Все Контакты ГР для выступающего Нет, нет, нет ГР быстро не сдувается ГР в этом плане более лояльный препарат К метану отношусь На самом деле плохо Есть много аналогов, которые не хуже метана И меньше побочек Планы на будущее Пока тренироваться И этот год хочу все-таки посвятить себе И Как говорится, работе Про раскрутки своего бренда питания Который я представляю Поэтому этот год будем работать на себя О чем мне другую позу Ну вот смотрите, мне все говорят, а что ты лежишь Ну я буду сидеть, спросят, а что ты сидишь Мне, например, так удобно Я лег на мягкую подушку, сверху кондиционер Тем более я общаюсь с вами Я держу селфи-палку Мне удобно, я ее на пресс свой опер Мне очень удобно разговаривать Если я буду сидеть, мне придется держать ее на вытянутой руке Для меня это просто самая удобная поза Поэтому Да, про САПС ГР Да, ГР может негативно сказываться на раковых клетках Но В большинстве это у людей, у которых уже очень большая предрасположенность Поэтому если вы переживаете Сдайте Анализы онкологические Посмотрите Всего доброго, до свидания Да, на компьютере играю в игры тоже Да, конечно Режим питания и работу Просто брать еду на работу Это на самом деле нетрудно Приготовить себе еду Распаковать в боксы И взять с собой Поверьте мне Это абсолютно нетрудно сделать Когда люди мне говорят Адам, я не могу поесть на работе Я говорю Неужели ты раз в три часа не можешь найти 10 минут Он говорит Нет Я говорю Если на тебя завтра поносно падет Ты в час найдешь 5 раз по 10 минут Чтоб пойти Ты же не обосрешься То же самое здесь Если вы сделали для себя цель То вы всегда найдете 10 минут Кто-то бегает покурить на 5 минут Кто-то идет покушать на 5 минут Да, 122 килограмма Ну, практически без жира Если я выйду на пляж Все скажут Вах Если брать мое мнение Как профессиональный спортсмен Мне не нравится Но пока так Нет Намаз не читаю В доту не играю Нет Мнение окружающих Если вас волнует То вам вообще будет тяжело по жизни Волновать должно только то Уважают вас или нет А мнения бывают разные на самом деле Самое главное это уважение Если вы не делаете ничего Что задевает ваше уважение Все остальное делайте И плевать на всех Кто что скажет О, про аксандролон Ничего не могу сказать Потому что я сам никогда не употреблял А, аксандролон О, аксандролон по-моему До 12 или 16 месяцев Если я не ошибаюсь Нет, секс Секс влияет положительно Секс стимулирует Выработку тестостерона Полового мужского гормона И поверьте мне Раньше говорили Что секс мешает Может каким-то другим спортсменам Он мешает В аптеке в Москве Где-то джентропин должен быть Так Один уходит Еще есть желающие уйти? Вот Поэтому как бы Адам В Ростове когда будешь? 7 июля Буду в Ростове На презентации бренда ProSup В магазине Sparta Вот Эта футболка как раз Спартанская Специально ее одел Поэтому всем кому интересно 7 июля Жду в Ростове Будет вечеринка Так 700 рублей тренировка Опять же лояльно Дешевле чем у любого другого тренера Сейчас не могу сказать цену на джентропин В Питер Дай бог В конце сентября В начале ноября Хороший генер Я уже говорил Гречка, макароны В Москве Да То же самое Презентация Если я не ошибаюсь 17.00 Да 17.00 по-моему Посмотрите Информация есть В группе Спарта Информация есть На моей странице Информация есть В инстаграме Моем Нет Не чеченец Дагестанец Гр Сейчас Сижу строго На генофарм Мне очень нравится Недавно сдал анализы Очень хорошие анализы Причем я абсолютно чистый сейчас И советую попробовать Очень хорошее соотношение Цены и качества По фарму Группа Называется Хочешь мышцы Нет Я не боец Я боец по жизни А в спорте Я Бодибилдер Если вы не можете Скинуть вес На самом деле Это очень долгий Вопрос Я бы вам с удовольствием Помог Но Это очень долго На самом деле Нет Нет Это не книга Это спрашивали Про Группу Вконтакте Про книгу Именно фармакологическую Хорошую Даже Даже не могу сказать По фармакологии Не могу Про Сустаном Вбейте В гугле Все написано Про сустаном Амнадрен Амнадрен Ужасный препарат На самом деле Амнадрен Ужасный препарат Есть много Других аналогов Намного лучше Единственный В чем плюс Амнадрена Если это Аптечный Амнадрен То конечно Все таки Аптека Это аптека Качество Вот Ищите хорошее Качество Замены Амнадрену Да За три дня После соревнований Плюс 20 кг Это абсолютная норма Абсолютная Я в 2014 году В понедельник На кубке Ешанькина Спокойной ночи На кубке Ешанькина Я весил 101 килограмм В понедельник В пятницу Был 119 с половиной После Жесткой Безуглеводки Раздувает Мышцы Очень сильно Мышцы Захватывают Гликоген Большое количество Гликогена Начинает впитывать Воду Как губка Тело Раздувается Жесткие Отеки Да Гиперкомпенсация Давление Скачет Ужасное Состояние Просто Ужаснейшее Состояние Надо стараться Пить больше воды И употреблять Какие нибудь Легкие Нетаблетированные Мочегонные Препараты И я вам скажу Честно Что После последнего Турнира Я отходил Три недели Пока все Отеки не сошли Ужасные Это Самая Жопа Это после турнира Поэтому Чтобы Не за что Поэтому Чтобы от этого Избавиться Сходя с турнира Очень строго Надо следить За своим питанием Если вы начнете Сразу нажраться Все конец Особенно баланс Углеводов За ним надо следить Углеводы Надо повышать Постепенно Иначе будет Очень большой стресс Сейчас лягу Спать уже Поболтаю с вами Лягу Это на самом деле Естественно Это не мышцы Вы должны понимать Что это не мышцы Это вода Когда в последний раз Дрался Вот Знаете Очень не хочется Об этом говорить Но на самом деле Очень часто Это бывает Я думаю Что это не нужно В перископе Но это бывает Точнее как Давайте определимся Так Дрался Это Обоюдный Процесс Я наверное Все таки Бью людей В Каспийске Да Был недавно Нашли группу Отлично 20 кг Это ужасно Это ужасно На самом деле Ну что Будем наверное Заканчивать Мальчики Девочки У меня батарея Уже показывает Что приезжает Вот Как бросить Курить Честно Я вам советую Просто бросить Вот правда Хочешь мышцы Группа называется Хочешь мышцы У меня Очень много Знакомых Людей Бросили Курить И нет Я не курил Никогда И сделали Это сразу Просто вот Вытащи из кармана Все сигареты Все пачки Все просто Заверни Выкини Тяжело Будет первые Недели две Потом будет Все великолепно Это Правая Это Левая Симкин Ой Не знаю Насчет Симкина Честно не знаю Посмотрите на Есть группа Симкина Вконтакте Есть Симкина Инстаграм Есть Симкин В Вконтакте Сам Поэтому Посмотрите Я думаю Там обязательно Будет информация Главное Пережить Первую пьянку Ладно Всем Здоровья Всем удачи Пора спать Спасибо Что были с нами Адекватная Аудитория Хорошая Скучаю Виталик Огромный привет Настеньке Огромнейший привет Мы с вами будем Видеться Почаще Подписывайтесь В инстаграм Смотрите Там тоже Много интересного Все Всем до свидания Удачи Продолжение следует 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 Продолжение следует